Человек является венцом Вселенной, и любой ученый, рискнувший порассуждать на эту тему, автоматически попадал в разряд тех, у которых не все дома. Но вот на орбиту были запущены первые орбитальные телескопы, и выяснилось невероятное. Оказывается, нас окружают сотни, тысячи планет, на которых возможна жизнь. И если это утверждение уже научный факт, то страшно представить. Выходит, что инопланетяне-то действительно существуют. Надо сказать, что за инопланетянами человечество гоняется давно. Ищут ученые, ищут военные. И порой такие поиски приносят поистине сенсационные результаты. Сегодня в нашей программе вы увидите. Тайная миссия Аполлон-20. Фальшивка или страшная правда? Видно даже, что наш луноход-2 стоит на поверхности Луны. Его видно через иллюминатор этого корабля. Лунные города. Обман зрения или опасное соседство? Я нашел пирамиду на Луне. Столбы пыли и газа. Под лунные вулканы или заводы и фабрики? Там воздух выпускают, или там шлюзовые камеры какие-то. Посмотрите на эти невероятные кадры. Астроном-любитель Мэтт Белланд хотел запечатлеть полную Луну на камеру смартфона. Но в кадр попала сенсация. От лунного диска оторвался яркий объект. И, судя по всему, гигантский. С земли его было видно невооруженным глазом. Чем же это могло бы быть? А это видео на днях обнародовала крупнейшая в мире организация по изучению аномалий Муфон. Большой черный анало пересекает диск Луны. На это ему требуются считанные секунды. Какой же должна быть скорость, чтобы настолько быстро преодолеть такое расстояние? И что же такое мы видим на самом деле? А такое точно не покажут в официальных хрониках космических агентств. Видео сняли другие астрономы-любители. Из лунного кратера на огромной скорости вылетает НЛО и уносится в космос. Но и это еще не все шокирующие кадры. Авторами еще более громкой сенсации стали исследователи из Китая. Вот что было снято с окололунной орбиты спутником, запущенным КНР. Это не одиночные строения. Это целый комплекс зданий. Но неужели на Луне кто-то живет? Тогда кто же это? И почему мы об этом не знаем? Недавно независимые исследователи Луны раскололись на два лагеря. Причиной стали вот эти невероятные кадры. На видео ни много ни мало инопланетянка, которую нашли на Луне. По крайней мере, так утверждает некто Уильям Рутледж. Он называет себя бывшим американским военным пилотом. Как говорит сам, 40 лет он хранил молчание и, наконец, решил прервать его, дав одно единственное интервью. Сегодня американец Уильям Рутледж живет в Руанде, а когда-то он работал на ВВС США. Он уверяет, что был одним из участников миссии «Аполлон-20». Это не оговорка. Согласно ряду версий, после полета «Аполлона-17» американцы не закрыли свою лунную программу и продолжили летать на спутник Земли. Все запланированные миссии вплоть до 20-й состоялись. И последняя летела к совершенно конкретной цели. Эта миссия была связана с поиском на Луне, исследованием некого инопланетного корабля, который там находится уже очень большое количество лет. В это можно верить или нет, но есть фотография того корабля. Смотрите внимательно. Вот он. Гигантский сигарообразный объект длиной около 4 километров. Есть сведения, что американцы нашли его случайно. Один из их исследовательских зондов упал рядом с ним. А спустя время с окололунной орбиты его сфотографировали астронавты «Аполлона-15». И, как уверяет разоблачитель НАСА Уильям Рутлидж, с тех пор в американском космическом агентстве не оставляли надежды добраться до корабля, который явно принадлежал внеземной цивилизации. Более того, миссия «Аполлон-20» была совместной, советско-американской. Две космические сверхдержавы, находившиеся в состоянии холодной войны, секретно объединились, чтобы сделать шаг, после которого следовало бы полностью переписать историю человечества. Со слов Рутлиджа, 16 августа 1976 года с мыса «Канаверал» стартовала ракета-носитель «Сатурн-5». Она доставила на лунную орбиту челнок миссии «Аполлон-20». В состав миссии, кроме него, входили американка Леона Снайдер и советский космонавт Алексей Леонов. В доказательство приводится тот факт, что это был период, когда готовилась знаменитая программа стыковки «Союз-Аполлон», и Леонов тогда действительно долгое время находился в США. Совпадение очень много того, что это, возможно, реальные съемки. Сам Леонов на эту тему отказывается разговаривать. Только он может пролить, наверное, свет сейчас. Но что самое интригующее, космонавт никогда не опровергал слухи об «Аполлоне-20». Он не говорит, что все это чушь, а просто не комментирует. В интервью газете Уильям Ротлетч уверял, что астронавты действительно нашли гигантский корабль. Он был серьезно поврежден ударами метеоритов, но сохранился, и американцы якобы смогли войти внутрь. «Мы зашли вглубь большого космического корабля. Он был очень старый. Наверное, он пересек Вселенную миллиарды лет назад. Нашей главной находкой стали два тела. Это были человекоподобные существа, и одно из них было неповрежденное». Как далее следует из рассказа Рутлетча, женщина ростом метр шестьдесят пять с раскосыми глазами, точеной фигурой, смуглой кожей, абсолютно голая, обернутая в какую-то прозрачную защиту. Что за технологии позволяли сохранить ее тело в таком состоянии, неизвестно. Ведь по предварительным данным корабль пролежал на поверхности Луны полтора миллиарда лет. Кто-то из астронавтов обронил фразу «Мона Лиза». Так и стали называть таинственную инопланетянку. К ее лицу и рукам тянулись провода. Они шли от пульта управления. Видимо, женщина была пилотом этого гигантского корабля. Люди смогли вытащить ее наружу и перенесли в модуль. На видео сохранились некоторые этапы вскрытия тела, которые пришлось осуществлять прямо на месте. Лунная «Мона Лиза» была точно такой же, как земные женщины. С одним лишь отличием. На ее руках было по шесть пальцев. Недалеко от корабля люди сделали еще одно открытие. Лунный город. Хотя сам Уильям Рутлидж в интервью скажет, городом это назвать было сложно. Это был космический мусор, руины, развалины. Более-менее целым было только одно строение. Мы назвали его «Собором». Кажется, этот город был таким же старым, как и корабль. С того момента, как в сети появилось это видео, эксперты во всем мире пытаются либо доказать, что оно реально, либо разоблачить подделку. Удивительно, но ни те, ни другие не могут добиться успеха. Сторонникам версии о том, что миссия «Аполлон-20» состоялась, попросту никто не верит. А скептики постоянно спотыкаются о детали в этом видео, которые поразительно точны. Например, интерьер модуля, в котором люди якобы прилетели на Луну и в котором наспех делают вскрытие инопланетянки, воссоздан с удивительной достоверностью. Чтобы его подделать, нужно было либо посетить музей НАСА, либо воссоздать это все. Но для этого потребовались огромные средства, в общем-то. Видно даже, что наш «Луноход-2» стоит на поверхности Луны, его видно через иллюминатор этого корабля. Но даже такая точность в мелочах убедила не всех. Многие эксперты склонны думать, что это дорогая, хорошо выполненная подделка. Так зачем кому-то вкладываться в подобную масштабную мистификацию? Ответ напрашивается сам собой. Американцы стараются везде успеть. То, что корабль действительно лежит на Луне, уже почти никто не сомневается и даже не пытается скрыть. Остается вопрос, кто там будет первым. И в этом видео скрывается явный намек. США там уже были. Но как в это укладывается присутствие на Аполлоне-20 русского космонавта? Эту странность Уильям Рутлетч объяснил так. Совершить полет к инопланетному кораблю в тайне от СССР Штаты не смогли бы. Американцев ждал сюрприз. К их удивлению, русские откуда-то знали об этом объекте еще задолго до них. Если вы желаете составить собственное мнение об истории древнего мира, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, и вам не хватает других точек зрения, эта книга специальна для вас. Запретная история древнего мира. В ней мы собрали самые интересные факты, версии и гипотезы, которые не во всем вписываются в классические представления о древнем мире. Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь. Какого цвета лунный рельеф на самом деле? И видно, что вот эти вот купола, они голубого цвета. Почему лунные кратеры идеальны по форме? А может, это двигательные установки? Пусть старые, но построенные. И что еще стирают с космических снимков? Там есть обломки, причем огромных, колоссальных размеров. Любопытно, что сегодня почти нет свежих фото того самого места, где предположительно лежит инопланетный гигантский корабль, обнаруженный Аполлоном-20. В наши дни появились камеры, позволяющие давать более четкие и подробные изображения. Но аппараты словно намеренно облетают эту зону стороной. А если она и попадает в кадр, то все ретушируется. Американцы вообще не выставляют на всеобщее обозрение исходные фотоматериалы. Даже цвет Луны и тот искажают. Вы всю жизнь думали, что наш спутник серо-белый. Готовьтесь к потрясению. Внимание, вот на эти кадры. Поверьте своим глазам. Это Луна, снятая в хорошем качестве. Она цветная и очень яркая. Астрономы и раньше догадывались, что это так. Но лишь недавно в распоряжении исследователей оказалось достаточно доказательств. Это произошло, когда на спутнике прилунился китайский аппарат с ровером Юту. Китайцы тут же обнародовали снимки, которые сделала их техника в первые секунды. И наблюдатели ахнули. Вместо привычной серой равнины все увидели нечто больше похожее на марсианскую поверхность. Сама Луна имеет коричневый такой цвет, местами черный, значит, черная поверхность. А местами реголит, который является таким желтоватым, коричневатым, буроватым таким цветом. Но серого на Луне, в общем-то, как такового нет. Но даже после этого на всех снимках НАСА Луна остается бледной и серой. Зачем они продолжают врать с цветом? Согласно одной из версий, и так американцы пытаются прикрыть собственную оплошность. Известно, что часть знаменитых кадров с первой лунной высадки снималась в павильонах кино. Тогда о Луне мало что знали, и никто даже не сомневался, что она черно-белая. Именно такой ее и показали голливудские художники. А когда выяснилось, что это не так, было уже поздно. Но вряд ли все так просто. А вот по цвету элементов поверхности, в принципе, можно говорить о наличии на поверхности Луны, а может быть, даже немножко в недрах, каких-то ископаемых, полезных, неполезных, там, условно говоря, может, там нефть есть. Ну, я так шучу, но в принципе. Какие породы содержатся в лунном грунте и как много их? Эти данные американцы собирают уже много лет и тщательно скрывают. Ведь рано или поздно полезные ископаемые на Земле истощатся, а у штатов на Луне будет заначка. Правда, ряд экспертов полагает, США скрывает куда более шокирующую правду, чем состав лунного грунта. Если показать реальные снимки без цветовой коррекции, то некоторые объекты начинают выглядеть неестественно. На Луне очень много объектов, которые в цвете. И эти объекты как раз являются теми куполами, которые находятся над некоторыми кратерами Луны. Куполы гигантские, то есть они могут быть в поперечнике несколько километров. И есть, в общем-то, снимки, которые обработаны специальной программой, где снимаются вот эти светофильтры, которые уже накладываются в НАСА. И видно, что вот эти вот купола, они голубого цвета. Что же за купола могут быть на Луне? Есть мнение, что по сей день наш спутник может быть обитаем. Основная активность сосредоточена на его обратной стороне, которой, как известно, Луна к Земле никогда не поворачивается. Вот есть наша сторона Луны, а есть обратная. А кто-нибудь задумался о том, а чем они отличаются? Это две разных планеты. Задняя сторона, которая к нам не обращена, это типичный такой спутниковый, спутника большого рельефа. Очень много гор, складок, очень мало равнин. Сегодня все существующие лунные карты и снимки изучены вдоль и поперек виртуальными археологами. Один из самых известных исследователей публикует свои находки под псевдонимом «Стриткэп-1». Сам себя он просит называть Грэхом и скрывает настоящее имя. Как уверяет исследователь, он опасается за свою жизнь. Сейчас я в основном концентрируюсь на Луне. Особенно интересен, на мой взгляд, кратер Тихо. Мне кажется, в этом кратере находится искусственных структур больше, чем в каком-либо другом месте Луны. Давайте посмотрим на свежие находки «Стриткэпа». Тихо. Действительно, довольно любопытный лунный кратер. Он, хотя и находится на видимой стороне спутника, на самом его юге, но таит в себе множество загадок и аномалий. В разные стороны от кратера расходятся линии, словно лучи, длиной до 4000 километров. Диаметр самого кратера около 85 километров. Он абсолютно правильной круглой формы. В центре небольшая гора, а на самой ее вершине огромный валун. На снимках кратера Тихо Грэхэм обнаружил множество объектов правильных форм. Квадратные, круглые, шестиугольные. А на краю кратера исследователь разглядел нечто наподобие террас, словно их создал какой-то неведомый лунный экскаватор. И еще в этом месте не раз наблюдались странные вспышки. Грэхэм выдвигает шокирующую гипотезу. Луна буквально напичкана базами пришельцев. И жизнь там кипит глубоко под поверхностью. Но иногда инопланетяне все-таки выбираются из своих укрытий через специальные выходы. Их на лунных кратерах виртуальный археолог обнаружил огромное множество. Это абсолютно ровные отверстия, а рядом с ними строение правильной геометрической формы. А вот еще один удивительный предмет на Луне, который буквально поразил Грэхэма и его подписчиков. Утверждать, что это обычный камень, как минимум странно. Ведь природа не терпит прямых углов и правильных пропорций. А здесь совершенно точный параллелепипед. Что это за черный монолит, остается только гадать. В одном из кратеров Грэхэм и вовсе разглядел гигантский инопланетный корабль. Сам исследователь признается, эти формы он не спутает ни с чем. Ведь ему приходилось самому видеть НЛО вблизи. В буквальном смысле над собственной головой. Эту историю он впервые рассказывает по телевидению. Это было 10 лет назад, в 2008 году. И я увидел НЛО возле своего дома. Сначала я думал, что это самолет, но он летел так низко. Было три светящихся огня над моей головой. Все это выглядело, как три огромных ярких огня. Одинаковые. Они были огромные, словно фейерверки. Почти 20 футов в диаметре. Я подумал, что это самолет, но нет. Не было никакого звука, и звуков улицы, и животных тоже не было. Просто тихо. Эта история долго не выходила из головы. Грэхэм был уверен, ему послан какой-то сигнал. Но какой? Его он не смог расшифровать. А вскоре произошла еще одна встреча. Была такая же ситуация. Я гулял с собакой один. Это было за городом, в кемпинге. Жалко, у меня не было камеры. Эта штука летела очень высоко. Я подумал, наверное, спутник. Но через несколько минут снова появился очень яркий объект, летящий над поверхностью озера. Он летел над водой, очень медленно. Я прямо сказал себе, вау! Тогда я начал понимать, что ничто не может спуститься из верхних слоев атмосферы так близко. Я побежал вдоль берега, размахивая фонариком. Но он стал поворачивать и удаляться. Именно две эти встречи и заставили Грэхэма увлечься изучением феномена НЛО. Он пытался разобраться, что же произошло с ним. Стал изучать снимки, сделанные в космосе. И с удивлением обнаружил, подобных объектов огромное множество. Просто информация о них замалчивается. Тогда мужчина и решил, что будет вести свой канал, несмотря на угрозы, которые стали поступать ему со стороны. Он продолжает показывать миру свои находки. Исследователь из России Валентин Дегтярев также внимательно изучил новый архив НАСА и нашел много любопытного. Давайте посмотрим на его открытие. В одном месте я видел полоса взлетная такая. Она бетонированная. Ее видно с космоса. Пролетал Аполлон, сфотографировал. В скале выбито буквально. Это никак не может быть естественным объектом. Это искусственно, конечно. Обломки зданий. Да, там есть обломки зданий. Причем огромных, колоссальных размеров. То есть там сложно определить, какого это размера. Но это очень большое. Валентин Дегтярев считает, что все эти объекты могут и сегодня быть вполне пригодными для использования. Может, на них и нет самих строителей, но вполне могут находиться разные механизмы или роботы, которые поддерживают инфраструктуру Луны в рабочем состоянии. И охраняют ее. Ну, мое мнение, вот я уверен почему-то на 100%, что Луна обитаема и сейчас. Но именно автоматические приборы. То есть там людей нету каких-то или существ биологических. А именно там находится просто автомат, который обслуживают, они исследования проводят. Вот такое мое мнение. Мое мнение. То есть Луна — это некая база, техническая станция, где кто-то когда-то поставил оборудование, и оно работает по сей день. Официальная наука это опровергает, объясняя лунные феномены игрой света и тени, помехами в работе телескопов. Но есть вещи, которые не укладываются в это объяснение. На поверхности Луны происходит какое-то странное движение, от которого лунная пыль стоит столбом. Сначала астрономы думали, что это метеориты, которые падают на Луну, поднимая огромное количество породы. Но ведь при таком ударе пыль поднимается в одном месте и затем постепенно оседает. Но как тогда объяснить то, что пылевое облако порой движется в сторону, причем с довольно большой скоростью, не менее 80 километров в час, словно какой-то внедорожник мчится по лунной поверхности. И вот если быстрое движение можно объяснить метеоритами, то это как раз вот эти 80 километров в час движение пылевого облака объяснить можно только на возле днем, если по Луне что-то ехало, и за ним поднимался шлейф пыли. Кто же гоняет по лунному бездорожью? А теперь информация для моих постоянных зрителей в Казани. Дорогие друзья, 26 мая в 19 часов в Татарской государственной филармонии имени Тукая состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Отвечу на ваши вопросы, послушаю вас, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте tatfil.ru и в кассах филармонии. Итак, 26 мая в 19 часов встречаемся в Казани в Татарской государственной филармонии. На этот вечер не планируйте ничего важного. Чей корабль не дал сбросить ядерную бомбу на Луну? Они его постоянно наблюдали вот прямо из своего иллюминатора, вот в виде гантельки такой. Кто пылит на Луне? Там воздух выпускают, или там шлюзовые камеры какие-то. Почему лунные кратеры идеальны по форме? А может, это двигательные установки? Пусть старые, но построенные. И откуда берутся странные шары вокруг нашего спутника? Возможно, объекты пролетают из другой солнечной системы нашей Вселенной. А это еще один военный летчик с сенсационными откровениями. Джон Лир поставил 17 мировых рекордов. По заданию ЦРУ он облетел всю планету, а после ухода в отставку вдруг вплотную занялся теориями заговора о сокрытии правды об НЛО. А все потому, что слишком часто еще на службе от коллег-летчиков слышал истории о встречах с НЛО. Джон Лир считает, что пришельцы прячутся на Луне, которая является ничем иным, как искусственно созданным объектом с развитой подлунной инфраструктурой. Посмотрите сюда. Вы можете увидеть, как распыляется пар. Вот здесь повыше есть здание. Очевидно, трех- или четырехэтажное. А вот здесь видно пыль от работающего роторного экскаватора. Если внимательно посмотрите вот сюда, сосредоточитесь, вы его увидите. Вот он прокапывает дорогу вниз. Джон Лир уверяет, что правительство его страны прекрасно знает о лунных пришельцах. Но информация тщательно скрывается, чтобы не наводить панику среди населения. А поводы для паники действительно есть. Инопланетяне не раз демонстрировали свое превосходство над человеческими технологиями. Им ничего не стоит обойти все радары и появиться, например, над военными объектами, авиабазами и даже правительственными зданиями. Вот кадры удивительного явления. В 1952 году американским военным ничего не оставалось, как только беспомощно наблюдать за победным шествием летающих тарелок. Целая эскадрилья НЛО облетела Белый дом и даже Пентагон. Событие вошло в историю, как Вашингтонская карусель. Свидетелями этого тогда стали тысячи людей. Такая наглость возмутила американское правительство и военных. И хоть пострадавших в результате этого инцидента не было, военные летчики получили приказ при встрече попробовать установить контакт с НЛО. И если объект откажется подчиняться, атаковать. Но пришельцы словно смеялись над такой наивностью людей. Они будто нарочно появлялись рядом с военными самолетами, выделывали невероятные пируэты в воздухе и в мгновение уходили от преследования. Джон Лир говорит, инопланетяне владеют технологиями, которые людям недоступны. Он утверждает, что и Луну создали они, а затем перетащили к земной орбите. Кстати, версию об искусственном происхождении Луны высказывает не только Лир. Она, скорее всего, создана искусственно. И если даже вот смотреть через обычный бинокль на Луну, то видно, что есть какие-то некие ребра жесткости, которые из одной точки, вот полюсной точки, выходят и образуют некое такое подобие корпуса, вот как раньше был у гирижаблей. Ученые давно ломают голову над удивительным фактом, который мы еще со школы просто приняли как данность. Луна, вращаясь вокруг Земли, никогда не поворачивается к нам обратной стороной. Ее вращение идеально синхронизировано с вращением Земли. Но мало кто задумывается, почему. А почему? А теперь аналогия. Ванька, встань-ка, знаете игрушку? В нее центр тяжести внизу. И как бы его ни нагибали, он так вот покачается, а потом замирает. Так вот, для Луны Земля – это пол. А внутри неравновесное содержание материи или там вещества внутри Луны. Кроме того, Луна правильной шарообразной формы и слишком легкая для своих размеров. Это может свидетельствовать только об одном – что внутри она полая. Ведь когда был сброшен на Луну, я уж не помню, каким Аполлоном, ступень, Луна, как колокол, звенела там 40 минут. То есть она пустая. Удивил ученых и лунный грунт – реголит. Он пористый, словно губка, и при этом довольно твердый. Есть шокирующая гипотеза, что им была намеренно засыпана поверхность спутника. Реголит – идеальная защита от ударов метеоритов и шумоизоляции. Как вот сейчас, например, покрывают резиной там корпус подводных лодок для того, чтобы снизить слышимость этой лодки под водой, и в то же время, чтобы какие-то объекты, которые ударяются о поверхность лодки, не могли причинить какого-то вреда особого. То же самое было сделано и на поверхности Луны, возможно. Исследователи идут дальше в своих предположениях. Внутри Луны могут быть сосредоточены не только базы и военные объекты, а также лаборатории и, возможно, какие-то жилые помещения. Потому что очень много таких непонятных сооружений на поверхности, которые могут быть именно комплексами обслуживания вот этой станции. То есть там или там воздух выпускают, или там шлюзовые камеры какие-то. Ну, что-то такое вполне возможно. Кстати, практически в каждом эпосе можно найти подтверждение тому, что Луна не всегда была рядом с Землей. Как правило, все эти истории указывают на то, что Луну на орбите установили некие высшие существа, которых древние люди называли богами. Они появились внезапно и сильно повлияли на жизнь людей, защищая, обучая, даруя технологии. Так информация о Луне сохранилась на шумерских глиняных клинописных табличках. Шумеры вообще называли Луну космическим домом анунаков, своих богов. Действительно, если Землю открыли не просто ради любопытства, а для того, чтобы совершить туда колонизацию нашей планеты, космические корабли бы в этом деле помочь не могли. Поэтому анунаки использовали в качестве космического корабля огромную летающую планету. В древних легендах описывается еще одно странное свойство Луны. Она то приближалась к Земле, то отдалялась от нее на большое расстояние. Легенды, скажем, африканских народов и Южной Америки, у них очень много встречается сообщений, что Луна была гораздо ближе, что она была гораздо больше, чем сейчас ее видят на небосводе. И от этого чаще бывали всевозможные наводнения на озерах, на реках, в море, потому что Луна притягивала. Но разве может так вести себя природный объект? Нет, это под силу только космической станции. Кстати, если внимательно приглядеться к Луне, то можно разглядеть, что многие ее кратеры одинаковы по размерам и напоминают не то зеркала телескопа, не то сопла двигателя. А может, это двигательные установки? Пусть старые, но построенные. А двигательные установки для чего? А чтобы систему такую сделала Земля-Луна? Но, конечно, появление на нашей орбите такого крупного космического тела в глубокой древности привело к катастрофическим последствиям. Возможно, вот этот захват Землей-Луны и стал катастрофичен для Земли. Произошел сдвиг литосферы, полюса перешли в область экватора. И, видимо, это привело к гигантским катаклизмам. Хотя есть и другая версия. Луна как раз помогла избежать страшной катастрофы и даже спасла нашу планету и ее обитателей от невинуемой гибели. Боги установили спутник на орбите, чтобы стабилизировать Землю после глобальной космической катастрофы. Геолог Александр Калтыпин считает, что это было падение астероида. Земля начала хаотически вращаться и падать со своей орбиты. Это событие на сегодняшний день задокументировано в мифах многих древних народов, проживавших в разных концах Земли. Японцев, индусов, майя. Написано, солнце дважды вставало на западе и заходило на востоке. И Луны до того момента на небе не было. А потом она появилась. Конечно, не Солнце прыгало, а Земля качалась первое время в результате этой катастрофы. А индейцы Хопи говорят, что Земля сошла с своей оси, стала кувыркаться. И какое-то время она просто кувыркалась в пространстве, совершенно не было никакой последовательности движений, прежде чем остановилась. То есть фактически это творение современного мира. Но получается и Луна, которая появилась на небе, которой до этого не было. Так неужели после стольких трудов те, кто создавал эту грандиозную систему, спасая Землю, так просто оставят свой наблюдательный пункт? Чей корабль не дал сбросить ядерную бомбу на Луну? Они его постоянно наблюдали, вот прямо из своего иллюминатора, вот в виде гантельки такой. И откуда берутся странные шары вокруг нашего спутника? Возможно, объекты пролетают из другой Солнечной системы нашей Вселенной. Луна слишком удобная площадка. На ней нет атмосферы. Значит, отличная видимость позволяет наблюдать за объектами дальнего космоса. С нее удобно стартовать в любую точку Солнечной системы. Да и топливо там практически под ногами. То есть там один килограмм гелия, три может, например, по своей энергоемкости заменить там целый состав с нефтью. Это топливо само заряжается солнечной энергией, которую Луна получает в достатке. Но самое главное, с нее удобно наблюдать за тем, что происходит на Земле. И в случае необходимости оперативно вмешаться. Любопытный документ недавно обнародовало американское правительство. Его название – «Защита и охрана посадочных площадок и артефактов космической программы «Аполлон» на территории Луны». Суть сводится к тому, что все государства, которые планируют проводить какие-либо действия на спутнике Земли, обязаны согласовывать свои планы с США. Якобы это делается с той целью, чтобы кто-то ненароком не повредил оборудование и другие предметы, которые были оставлены американскими астронавтами во время высадок. То есть США объявили Луну своей территорией, и теперь любой, кто планирует туда полететь, должен спрашивать у них разрешение. А вот еще одна очень интересная новость. В апреле НАСА объявило конкурс для частных компаний, способных разработать космические корабли и посадочные модули для полетов на спутник Земли. Причем ракеты должны быть настолько мощными, чтобы доставить туда не двух-трех астронавтов, а целую группу космических строителей со всем необходимым материалом для возведения баз. Сделать это американцы намерены уже через 10 лет. Несколькими месяцами ранее о лунных амбициях США напомнил Дональд Трамп. Он со всем присущим ему пафосом объявил, что Соединенные Штаты возобновляют программу полетов на спутник Земли. Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования. На этот раз мы планируем не только установить наш флаг и оставить след, но и мы продолжим перспективу для полетов на Марс и в перспективе открытия других миров. Но с чего это вдруг американцы решили вернуться на Луну? Ведь еще в 72-м году прошлого века, когда они закрывали свою программу, много говорилось о том, что это дорого и бесперспективно. Все, что нужно, говорили они, на Луне уже сделано. Взяты пробы грунта, установлено оборудование, некоторое работает до сих пор. И самое главное, сняты тысячи уникальных кадров. В вопросе относительно Соединенных Штатов Америки стоит всегда учитывать тот факт, что они ничего не делают, чтобы перечило их выгоде. То есть все, что они делают, рассчитано на получение определенного рода положительного результата. Недавно сенсационное признание сделал бывший начальник фотолаборатории НАСА Кэн Джонстон. Во время лунных миссий к нему попадал весь архив, снятый астронавтами. Некие чужие, как их называет Джонстон, сопровождали Аполлон-11 с самого старта и до завершения миссии. Астронавты не знали, что делать, как реагировать, и всерьез рассматривался вариант прервать миссию. Джонстон рассказал, что Нил Армстронг во время полета попросил соединить его с врачом миссии в Хьюстоне, Чарльзом Берри. Эта линия связи была секретной, и прослушать ее было невозможно. Американцы не хотели выдавать ни малейшей информации о состоянии здоровья своих астронавтов, но руководство НАСА слышало все, о чем они говорят. И Нил обратился к врачу. Он сказал, «Они здесь, они где-то в районе экватора, и они наблюдают за нами». Он подтвердил то, о чем заявил впоследствии Бас Олтрин, что астронавтов преследовали на протяжении всего пути с Земли на Луну. Они приземлились вместе, и за первыми людьми, которые сделали шаги на Луне, наблюдали с чужого корабля. Поэтому астронавтам просто пришлось делать свою работу и надеяться на то, что те, другие, благоприятно посмотрят на то, что происходит. По словам Джонстона, экспедиция «Аполлон-12» в 1969 году принесла не меньше сенсаций. Второй раз в истории люди спустились на поверхность спутника и поспешили запечатлеть этот ответственный момент на фото. Чарльз Питер Конрад сфотографировал своего партнера по полету Алана Бина. А уже на Земле снимок рассмотрели как следует и обнаружили шокирующую деталь. Анало было рядом и в этот раз. За первыми двумя американскими миссиями пришельцы молчаливо наблюдали. А когда к Луне направился «Аполлон-13» они вмешались. «Аполлон-13» планировал сброс небольшого ядерного заряда с тем, чтобы посмотреть как амплитуда воздействия на сейсмоактивность Луны будет какая. Тем самым проверить полая она или не полая. Но «Аполлон-13» не смог сеть. То есть тоже было внешнее воздействие. У них там взорвался кислородный бак. Скорее всего это какое-то лучевое оружие было применено тем объектом, который сопровождал полет «Аполлона-13». Они его постоянно наблюдали прямо из своего иллюминатора в виде гантельки такой. И в общем-то то, что они вернулись на Землю, это была большая удача. И возможно даже каким-то образом им и помогли. Скептики возражают. Сегодня Луна одно из самых изученных небесных тел. Туда регулярно летают исследовательские аппараты. На его поверхности работают роверы разных стран. И самое главное, только официально на поверхности спутника побывали 12 человек. Астронавты американских миссий. Уж их-то бесценные живые свидетельства должны были пролить свет на все тайны. Но с ними все время происходили какие-то странности. Например, Эдвину Олдрину. На одной из конференций журналисты задали логичный вопрос. Что вы видели на Луне? Но на удивление всех собравшихся астронавт не смог ответить. Видно было, что он почувствовал очевидную панику, словно сам испугался того, что не в состоянии описать один из самых ярких моментов собственной жизни. Ему резко стало плохо и выступление прервали. А уже спустя годы не выдержал давления журналистов и фактически признался. Он просто не помнит о том, что видел на Луне. Загадочная амнезия преследовала и других астронавтов. Эдгар Митчелл, он был в составе экспедиции «Аполлон-14», даже обращался за помощью к американскому психологу Джин Хьюстон, чтобы хоть что-то вспомнить, какое воздействие было оказано на головной мозг астронавтов лунных миссий. Они не помнят подробности своего пребывания. То ли с ними поработали наши земные врачи, ну, типа так, маленькую лоботомию, так, ну, в кавычках, конечно, провели. Вот, то ли они вернулись уже беспамятные, как часто бывает во время контактов с НЛО, особенно с элементами похищений, так называемых, да, когда свидетель вот помнит, как его там похищали, ничего не может сказать потом. память у него стирают. Примерно то же самое было, какие-то провалы какие-то, вот, да. Недавно в научном мире прогремела удивительная новость. Через Солнечную систему пролетел особенный астероид, первый межзвездный объект. Предположительно, он родом из созвездия Лиры. Космический гость двигался к Солнцу на огромной скорости, когда его обнаружили астрономы из Гавайского университета. Специалисты определили, что он не из нашего мира, поэтому и назвали его довольно двусмысленно Оумуамуа. В переводе с гавайского это означает «посланник, прибывший первым издалека». Сколько он летел к нам неизвестно. Возможно, миллиарды лет, хотя есть и другая, более шокирующая, но не менее вероятная версия. Этот объект давно кружит неподалеку, периодически залетая в Солнечную систему и покидая ее. И никакой это не астероид, а древний космический корабль, потерпевший когда-то бедствие. Его экипаж погиб, системы не работают, а поверхность от постоянного агрессивного воздействия стала больше напоминать глыбу. И вот удивительное совпадение. По своей форме и пропорциям Оуамуа-муа в точности повторяет форму того самого корабля, который лежит на Луне. Исследователи НЛО даже предположили, что эти объекты могли принадлежать одной и той же древней инопланетной цивилизации. Что-то с ними произошло. И вот сегодня один из кораблей лежит на Луне, разрушаясь под ударами метеоритов, а другой, словно космический летучий голландец, то появляется, то исчезает. Он и сейчас отдаляется от нас, унося с собой свою тайну. Возможно, объекты прилетают из другой Солнечной системы нашей Вселенной. Были обнаружены многие экзопланеты, планеты вне Солнечной системы, которые могут быть обитаемыми. Я считаю, что всем разумным существам, у которых есть развитые технологии, присущи тяга к исследованиям. Им интересно, что находится за следующим холмом. Безусловно, это отличительная черта людей. Поэтому теперь мы летаем в космос. Я думаю, что они тоже. Совсем недавно с помощью компьютерной графики удалось воссоздать образ лунной Моной Лизы. Той самой инопланетянки, которую якобы обнаружил на Луне советско-американский экипаж Аполлона-20. Вот такой она могла быть при жизни. И сразу же стало очевидно, космическая дева сильно похожа на древнеегипетских богинь. Могло ли это быть случайностью, или древние египтяне действительно изображали на своих фресках пришельцев? Ответ на этот вопрос многие исследователи находят, как ни странно, вовсе не на Земле, а на Луне. Мало кто знает, но там тоже обнаружены пирамиды, точно такие же, как в Египте. Я нашел пирамиду на Луне. Я увидел правильный треугольник, проверил его грани, и он оказался очень большой. И позже я нашел много таких объектов, не только на Луне, но и на Марсе, например. Сегодня очень популярна версия, что внеземные цивилизации в немыслимой древности открыто вмешивались в развитие Земля. Пришельцы совершенствовали людей, давали им знания, помогали осваивать новые технологии. Но возможен ли сегодня такой контакт? Для чего стремятся на Луну американцы, чтобы первыми получить уникальные технологии, а значит безграничную власть? Только с чего они взяли, что космический разум готов сегодня делиться с людьми своими знаниями? Наши древние предки были мирными земледельцами, которые выживали в суровых условиях этой многоликой планеты. Им когда-то помогли, наверное, для того, чтобы хрупкая разумная жизнь росла и развивалась, а не уничтожала саму себя ядерным оружием. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе самые шокирующие гипотезы, как всегда в 18.00.